Есть три метода знакомиться. Первый метод — это в кабаках, это в невежестве. Второй — на работе, это в страсти. И третий — на духовных мероприятиях, в благости. Знакомиться означает для женщины быть открытой. То есть она не должна быть такой, что её не видно. Она должна быть открытой. То есть она должна как-то быть приукрашенной. Не надо сильно рисоваться, потому что есть обратный эффект. Если женщина сильно открывает своё тело, то она привлекает не порядочных мужчин, а тех, которым очень сильно хочется секса. То есть у женщины есть лик, лицо — это то, что для женитьбы. Есть то, что ниже — это для секса. Если женщина открывает то, что ниже, значит будут интересоваться не те, которые жениться хотят. Потому что те, которые жениться хотя бы, они будут пугаться такой девушке, будут думать, что она и будет не совсем такой женой верной. То есть здесь в том, чтобы себя украшать, как-то открывать, нужен ограничитель серьёзный. Иначе могут быть проблемы уже в другую сторону. Нельзя много будет мужчин, но трудно будет встретить себе мужа. Есть определённые знания, которые надо… Самое главное, надо понять, что притяжение увеличивается, когда девушка соблюдает целебат, то есть она не просто так не гуляет ни с кем, она одна, остаётся одна, пока не выйдет замуж. И постепенно она становится всё красивее, 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 красивее. У меня интересная ситуация сейчас в нашем медицинском центре. У меня ребята учатся, которые прежде чем жениться, они должны выучиться, они не смотрят на девушек. У меня есть девушки, которые хотят замуж в центре тоже. И они смотрят на ребят, а те не смотрят на них. И вот представляете, они все такие строгие, как бы по углам сексом не занимаются. И постепенно парни становятся крепкими, очень такими додержанными. А девушки становятся очень красивыми. Потому что парни рядом, и как бы они улыбаются, а те не смотрят. И улыбаются больше, ещё больше улыбаются, ещё больше. И вот сейчас у нас образовалась одна пара в результате. Что всё равно жить, куда парням деваться? Им всё равно придётся жениться всем. Почему не сбываются предсказания на картах пара? Почему иногда сбываются, иногда не сбываются? Если человек слишком много хочет предсказаний, то, конечно, не сбываются. Предсказания — это то, что даётся от Бога. Если человек имеет право найти предсказания, не важно, как он их получит. Он может просто в молитве почувствовать, что что-то произойдёт. Не обязательно это приходит через карты какие-то. Обычно люди, которые на картах предсказывают, они каждые пять минут себе что-то предсказывают. Это означает, что, конечно, не будет сбываться. Потому что они свой лимит возможности получить это благочестие, знать будущее, исчерпывают очень быстро. Человек не должен этим пользоваться слишком часто. Можно иногда попытаться понять, что будет в каких-то сложных, важных моментах жизни. Но чаще всего, если ты не знаешь, что будет, значит, что это ещё не скоро будет. Потому что, когда, допустим, девушке пора замуж, она это чувствует. Как она это чувствует? У меня вопрос. Ребёнка хочет она всегда, с 18 лет уже. Всё нормально. Нет, неправильно. Когда она выйдет скоро замуж, как она это чувствует? Теряет желание. А? Теряет желание. Теряет желание. Как? Не думает на тость. Видите, девушки молчат. Мужчина сказал. Правильно сказал. А? А? В какой-то момент она раз и расслабляется. Она уже не беспокоится о том, что она выйдет замуж или нет. Это значит, что она скоро выйдет замуж. Пока она напряжена, значит, надо успокоиться. Успокоиться. Ещё не скоро. Только расслабило, значит, пришло время. Но когда ребёнка хочет, всё наоборот. Когда не хочется ребёнка, расслаблено по отношению к ребёнку, значит, не надо заводить. Когда появляется сильное желание, значит, в это время надо, потому что организм готов. Он может зачать ребёнка. А если долгое время не хочется, значит, он болен. Его надо лечить. По цикламе происходит. Женщина. Обычно год не хочется, два года не хочется, потом год хочется ребёнка. И не надо ждать, когда своя квартира появится. Надо сразу же использовать это время. Потому что судьба сама всё организует для ребёнка. У ребёнка своя судьба есть. Она сама всё организует, ему даёт такие возможности для жизни, которые ему нужны. Если вы ждёте, то тогда вообще можете ничего не получить. С каждым годом у женщины шансы зачать ребёнка уменьшаются. И шансы остаться здоровой после зачатия тоже уменьшаются. Почему в отношениях человека, который почти игнорирует меня, мне постоянно кажется, будто он хочет встречаться со мной? Почему в моих снах он заявляет мне, что любит меня? И как определить, не является ли это проекцией моего собственного ума? Как избавиться от этой проекции? Важный такой вопрос. Несколько моментов я хотел бы отметить вот в этом вот, в этой вещи. Есть такие тонкие вещи, которые мало кто может понять, но они есть. И поэтому мы сейчас об этом немножко поговорим. Первое, что сзади меня слышно, да? Все там? Первое, что здесь хочется отметить, это то, что есть определённые тонкие сущности, которые поддерживают отношения. Такие добрые духи, которые поддерживают отношения. Это описано в ведических писаниях, вот эти вещи описаны. Но это тонкие вещи, и людям не обязательно это знать, потому что часто они начинают беспокоиться по этому поводу. То есть они боятся вот этих всех разных видов жизни, которые нам непонятны, неизвестны. Ну, очень просто понять, почему так. Допустим, человека влечёт к другому человеку, влечёт какая-то сила. Вот эта сила, она, это тонкая сущность связывает двух людей. Это сила, даже ты, допустим, пытаешься забыть, и всё равно вспоминаешь. Ну, то есть смотрите, как вот эта безответная любовь развивается. То есть человек влюбляется, и появляется эта сущность, которая питается энергией любви. И она показывает образ, вот этот вот образ мужчины, который нравится. Откуда он возникает, этот образ? Если мужчина, который нравится, вообще не думает о тебе. Как? Нет связи, нет контакта. Если бы был контакт, это другое. Уже между ними связь идёт. Но если нет контакта, нет связи, откуда возникает этот образ? Он и сном, и духом не думает, не вспоминает, никак вообще. Но во сне снится, и приходит, говорит, я тебя люблю, там, и так далее. Почему так происходит? Потому что есть сила, которая отвечает за эти вопросы. И очень важно знать, что можно впасть в иллюзию, серьезную иллюзию. Я знаю одну девушку, которая 15 лет уже ждет молодого человека. И она уверена, что он ее любит. Да, как это оба мои знакомые, я с ним разговаривал серьезно на эту тему, и он говорит, что вообще по нуля. Никаких интересов. Она четко убеждена, что я прям вижу, что у нее вот в глазах вот эта связь с этим тонким, тонкой сущностью, которая ее мучает. Так же бывает, когда бросает близкий человек, кажется, что он хочет вернуться, а он уже забыл про тебя совсем. И вот этот дух, который был в отношениях между мужем и женой, он почему так злобствует? Потому что он не может питаться отношениями, ему приходится питаться от одного человека вместо двух. И поэтому постоянно он сжар идет из сердца. То есть человека бросили, тот, кто бросил, у него нет контакта с этой сущностью, а тот, кого бросили, у него остался контакт, и у него начинает жечь сердце. То есть ему очень плохо, больно. Он ничего не может с этим сделать, не учится постоянно. Тяжелая ситуация в жизни такая. Есть еще разные признаки, которые возникают в результате создаются иллюзии. Например, когда смотришь на человека, который влюблен, так как ты смотришь на него, из твоего взгляда исходит сила, то его лицо под твоим взглядом меняется, оно становится другим. как будто бы он тоже так же настроен. Хотя он никак не настроен, но взгляд сам меняет лицо. Смотрим в тебя, как в зеркало, как в самоотражении. Ну то есть такой вот настрой, восприятие. И это тоже создает иллюзию. Особенно девушки, они не могут сохранить прежнее лицо. Когда на девушку смотрит кто-то, она отражает, сама кого не понимая, отражает взгляд. И лицо меняется, оно соответствует тому, как ему хочется, этому человеку. И вот отражение взгляда. Такие вот моменты. Что делать? Надо понять, что вся загвоздка, вся проблема в том, что мы часто ставим вот эту влюбленность высшей целью своей жизни. Это является проблемой, которая заставляет сдавать экзамены. Причем сдавать экзамены даже когда ты уже нашел в себе близкого человека. Потому что если ты хочешь влюбленности всю жизнь, значит с близким человеком в течение трех лет, спасибо большое, она примерно через три года заканчивается. У кого-то, у кого вот больше трех лет влюбленность длится уже близкого человека? Ну, несколько человек обычно поднимают руки. Да. А в основном у всех заканчивается за три года. А ты ждал влюбленности и ты хотел ее всю жизнь. Вот это влюбленности и хотел всю жизнь. Какой результат? Уже начинается разочарование. Что-то такое вроде бы у нас что-то было, а теперь нет. И что делать теперь? Естественно, что хочется опять влюбленности. Потому что человек верит влюбленности, он поклоняется влюбленности. В результате неожиданно он обнаруживает, что у него появляется другая влюбленность уже. Хотя у него уже есть дети. Уже семья, дети, но у него появилась другая влюбленность. Так он верит в влюбленность. Он говорит, влюбленность это самое главное в жизни. Это закон, это самое главное правило. Кого любим, с тем и живем. Значит, в результате мы бросаем того, с кем мы жили до этого. Даже есть такие мыслители, которые считают, что это правильно. Даже некоторые говорят, что это есть ведическая культура. бросать близкого человека и жить с тем, кого ты любишь. В данном случае понятие любовь немножко видоизменяется, потому что любовь это совсем не влюбленность. Любовь это чувство, которое вырабатывается в результате труда над отношениями. Когда человек начинает чувствовать, что он готов пожертвовать себя близкому человеку, он хочет его воспитывать, он хочет что-то делать для него без всякого ответа, без отдачи. Это уже значит появляется любовь. Он значит чувствует возвышенные качества от человека. Потому что в обычной ситуации люди чувствуют только наслаждение друг от друга. Они чувствуют наслаждение. Качество друг друга они не чувствуют в это время. Качество начинает человек чувствовать, когда он служит близкому человеку. Служит не означает наслаждается. Им означает что-то делает, и не ждет чего-то взамен. Допустим, если женщина постоянно требует от мужчины «Улыбайся мне, говори нежно со мной», это не служение. Служение означает готовить, сирать, убирать и делать это бескорыстно. Точно так же мужчина, если он постоянно конючит, у женщины что-то хочет наслаждаться ей, обнимает ее с целью наслаждаться, это не служение. Служение означает выполнять свой долг перед ней, заботиться о ней, терпеть ее эмоции. Вот это «любовь» означает «мужчина терпит эмоции женщин». Готов принять ее такой, какая она есть. Для того, чтобы любовь существовала в жизни, для этого нужны силы. Близкий человек эти силы не даст, он их расходует, он пользователь. Дети силы не дают, они любви настоящей, чистой является Бог. Поэтому человек, который не занимается духовной практикой, по факту не может сохранить семью долго. Обычно постепенно отношения тают. На этот вопрос по поводу что делать, ответ такой, надо заниматься духовной практикой, чтобы вот эта идея, что влюбленность это главное, а он меня не любит, и я теперь мучаюсь и буду дальше бороться за это. Это означает, что ты поклоняешься влюбленности, а не Богу. Надо учиться поменять свое настроение. Бог выше, чем влюбленность. Если человек не любит тебя, значит надо учиться забыть его, научиться с помощью более высокого вкуса, духовного вкуса, с помощью молитвы забыть. Спасибо вам большое. Забыть этого человека очень легко. Когда человек начинает заниматься искренне молиться святому человеку, то все вот эти иллюзии, иллюзорные идеи, они постепенно тают в жизни. Потому что влюбленность нужна только для того, чтобы создать семью. Это не является целью жизни, что я буду в него влюблена всю жизнь, хоть он меня не любит, не имеет значения. Это пустая трата времени. Он же не Бог, что к него всю жизнь будет влюбленной. Он имеет недостатки этот человек. А если бы он не имел недостатки, наверное, бы он среагировал на твою влюбленность. Почему он не реагирует? Потому что он такой же эгоист, как и ты. Ты ведь тоже влюбляешься в него, потому что хочешь наслаждаться мужчиной отношений с ним. Вопрос о молитве. Человек говорит, я такой-то верой, я не буду называть, потому что у нас здесь, как бы, мы собрались здесь не с целью кого-то в какую-то веру обратить, у нас нравственная беседа. Недавно начал молиться, но в этих вопросах плохо понимаю, не могу найти ответ. Я читаю молитву утреннюю, вечернюю, но они всего по 20 минут. Скажите, пожалуйста, что значит молиться два часа. Саровский молился целый день. Для этого нужен наставник. Вам надо наставника в своей вере найти, и там он вам скажет, что значит два часа молитвы. Что должен произносить в молитве, как практически молиться за человека, что должен говорить, что пытаться представлять. Я могу вам свой опыт передать, что молиться за человека бессмысленно. Человек уже связан с тобой в твоем сердце, он уже там есть боль за него. Мы очень сильно связаны друг с другом. Не надо беспокоиться об этой связи, она остается даже если ты об этом не думаешь. Вот допустим, вы женщина сейчас смотрит, слушаете лекцию на первом ряду, но у вас есть беспокойство внутри, у вас есть связь с каким-то человеком близким, который вас беспокоит сейчас прямо. Вы об этом не думали же, правильно? Нет, а я это вижу. Она остается, она есть, эта связь, никуда не девается. И вы то есть идея в чем заключается? В том, что нам надо настроиться на источник счастья. Источник счастья это священное писание, это молитва, можно на молитву настроиться. Источник счастья это святой человек возвышенный, даже пусть он на иконе все равно будет связан. Когда человек связан с источником счастья, как говорится в ведах, когда человек поливает корень дерева, то веточки все, листики все сразу наполняются чистотой, силой. И надо не отвлекаться от корень дерева, надо его продолжать поливать. Не надо думать о том человеке, о котором молишься. Это само собой придет в конце молитвы, ты можешь опять его вспомнить, и у тебя будет лучше чувство по отношению к нему. Кто так делал, поднимите руку. Работает система? Получается или нет? Спасибо вам за ваш вопрос, но лучше его адресовать к наставникам своей веры. На вашей лекции в первый раз познакомилась так. А, все. Вы спрашиваете про лечение здесь. У моей сестры там тяжелое заболевание и так далее. Вам надо подойдите ко мне после подойдите. хотите, подойдите. вопрос связан с моим общением с замужними девушками и девушками в отношении. Если у нас с девушкой есть общие интересы и она в отношениях, и она в отношениях, имеем ли мы право съездить или сходить куда-нибудь вдвоем? Что говорят веды про дружеские общения между свободными мужчиной и девушкой в отношениях? Правильно ли, когда брак ограничивают девушку в общении с друзьями? Хорошо. Это надо понять природу женщины, чтобы эти вопросы задавать, надо понять природу женщины. У женщины вообще не бывает дружеских отношений. У нее бывают дружеские отношения, отношения любви с подружкой, она любит подружку. То есть женщина соткана из любви, у нее нет просто деловых отношений, как дружба, как мужчина понимает дружбу, это такое, что мы вместе куда-то идем и так далее. Когда мужчина куда-то вместе идет с девушкой, он это делает, потому что ему хорошо рядом с ней. Причина хорошо это энергия любви, которая исходит от девушки. Если он наслаждается ее энергией любви, то какая дружба здесь, о какой дружбе вы говорите? Непонятно совершенно, что это за дружба такая. То есть девушка, она может иметь отношение любви с сыном, с мужем, с братом, это тоже отношение любви, это не отношения дружеские, это отношение любви с братом. Они разрешены. Женщине разрешено любить брата, так? Никто не против, что она любит брата. Но она должна любить его как брата, а не как мужа. если она как мужа начинает любить, тогда все против. У женщины девушки могут быть любовные отношения с отцом. Так? Ну вот такое понятие девушка подружилась с парнем. У нее есть муж, но она дружит с кем-то. Что вы имеете под этим ввиду? Что значит дружит? Это не понятно совсем. Ну что значит дружит? А? Это называется родственное отношение, тоже любовь. А эта любовь имеет свои определенные законы. Например, вам муж говорит, да, пожалуйста, мы будем общаться с этими людьми, они родственники наши. Ну вот смотрите, если вы имеете друга какого-то, просто друга, мужу это понравится? Нет. А почему? Потому что вы когда встретитесь с ним, вы ему улыбнетесь как другу. И он вам улыбнется как подруги. Но это будет означать любовные отношения. Потому что женщина не может просто дружить. Она не может вот так сухо дружить. У нее нет такой природы. Она может только любить и все. Больше она ничего не может. Только любить или не любить. Если она не любит, тогда фу, я с ним встречаться не буду. Если она любит, значит не фу, но это уже не дружба. вот в этом обмане часто люди живут. Потому что есть тонкий и грубый. Некоторые думают, что тонкий я могу раздавать всем подряд, а грубый у меня только с мужем. Но это ошибка. Потому что как раз в семье настоящая любовь развивается через тонкие отношения, а не через грубые. Потому что именно через тонкие отношения возникает беседа. Эта беседа рождает искренность. рождает понимание близкого человека. женщина близкую беседу строит с каким-то мужчиной и с мужем, то это значит, что она с мужем ее строить близкую беседу уже не сможет. Потому что только с одним мужчиной женщина может строить близкую беседу. Если она с двумя близкую беседу строит значит это не близкая беседа она кого-то из них обманывает уже. Она может сердце открывать только одному мужчине. Может она сердце также папе открывать или какому-то другому родственнику но это уже не то. Я говорю сейчас про именно равные отношения потому что женщина с мужчиной равные отношения. она может быть младше если у нее есть отец и она может быть старше если у нее есть сын. Но между мужем и женой равные отношения. Если она такие же равные отношения имеет еще с каким-то мужчиной значит она разрушает свою семью в это время. Вот и все. У кого есть возражения на этот счет? Мы можем подискутировать. хорошее отношение с коллегами. Хорошо спасибо вам за дискуссию что вы ответили. Я даже смотрю никто не хочет со мной дискуссировать. Может я совсем как-то плохо себя веду. Да хорошее отношение с коллегами. Но вы же знаете в чем грань. между хорошими отношениями и любовными. То есть хорошее отношение смотрите допустим у женщины есть разные способы себя вести. Женщина на самом деле устанавливает отношения. Вот представьте себе такую картину. Допустим женщина она смотрит на мужчину на коллегу смотрит немножко строго немножко строго как мать и имеет с ним хорошее отношение. То есть она с ним говорит о делах каких-то но при этом он видит что она недоступна до него. Это хорошее отношение. Второй вариант он старший начальник допустим она смотрит на него как дочь. то есть она смотрит на него немножко так это так вот застенчиво немножко как вот я заходил на лекцию девушка одна поздоровалась со мной и она когда посмотрела мне в глаза она так раз застенчиво опустила глаза и пошла как дочь привела себе. Но если бы она посмотрела на меня поздоровалась и вот так вот вы именно вот это понимаете под хорошими отношениями или то что я сказал первое второе вот это да видите все понятно это женщина устанавливает отношения когда она смотрит на мужчину таким взглядом сладким очень это называется вызывающее поведение то есть она вызывает его на поединок или у тебя крыша съедет и ты станешь моим или ты выдержишь мой взгляд одно из двух если выдержал ну значит ты не мой человек наступай себе своей дороге если выдержал значит если не выдержал значит будем думать дальше не то что ты прям сразу моим мужем стал будем думать дальше кто ты такой нужен ты мне или не нужен но так может вести себя только незамужняя девушка если девушка замужем то смотрите как разрушается общество есть очень хороший способ разрушить общество это не дать воспитание женщинам правильно в результате женщины очень много ведут себя как жены в обществе и очень мало как матери и как дочери в результате так как женщины очень много ведут себя как жены происходит несколько процессов параллельных первый процесс разрушается психика у мужчин потому что они не могут устоять перед женской красотой у них постоянно рвется крыша то туда то сюда они не могут в семье нормально как бы жить постоянно куда-то их перетягивает первая проблема вторая женщины которые много сильно ведут себя как жены они всем строят глазки они истощаются потому что у них устанавливаются плотные очень отношения с разными мужчинами потому что когда женщина одному крышу порвала по дороге второму третьему четвертому на работе там то у нее уже начинается медитация все они думают и она так как она не может защититься от мыслей мужчины она тает психически приходит домой начинается нервотрепка она теряет силы уже на работе все от этой медитации приходит вся разбитая и в ней не хватает энергии любви для детей для мужа в результате муж мучается дети не получают любовь тоже черствыми растут общество разрушается со всех сторон когда женщина много мать она в обществе всегда как мать если она замужем или как дочь если она со старшими общается и очень мало как жена только дома и с мужем то в этом случае несомненно общество становится крепким в обществе появляется сила потому что мужчины крепкие как бы они крыша не рвет они нормально крепкие сильные люди когда у мужчины не слишком много думает о сексе он развивается сильно как личность для того чтобы мужчине деградировать надо постоянно думать о сексе вот ходить думать думать о сексе и в это время у него психика разрушается у него перегрев происходит психический он теряет волю появляется необходимость курить выпивать там и так далее такие вещи такие процессы происходят а если еще весь город наполнить афишами с голыми женщинами или полуобнаженными и к фильмам везде вот это тоже культивировать тогда какие шансы куда бедному крестьянину податься где чел кнут ожидается пища planned